кого интересует компрессор и ковш вот эта связка работает сто процентов ингредиент 5 сет про хоппер ковши очень много видео в интернете но я постараюсь в этом ролике собрать все самое нужное самую важную информацию чтобы рассказать вам потому что свое время я мне пришлось пересмотреть кучу видео на все которые есть про хоппер ковши чтобы подобрать какой-то самый лучший вариант ковша компрессора шлангов и всего того что нужно для работы 50 квадратов это вторичка старый фон то здесь было много демонтажа стены здесь старая плитка все сбивалось слоя были от 2 до 5 7 местами сантиметров то средний слой все равно где-то 3-4 сантиметра был довольно таки большие слоя понятнее что было примерно на 50 квадратов здесь мы положили наверно в районе 100 мешков если не больше и это все сделали два человека за один день если бы были более ровные помещения то есть четыре стены длинная можно делать еще и больше здесь просто очень сломанное помещение много углов здесь одно помещение там чуть поменьше помещения но все равно за день это все сделали два человека единственное что один не один мастера 2 подсобника работали два мастера объясню почему нужно работать именно два мастера один набрасывает 2 замешивает подает потому что подсобник в этой работе будет вас только тормозить нужен мастер специалист который видит какой консистенции сделать раствор вам подает все вовремя вы вообще не тормозите не задержки не на секунд местами даже помогает где-то стянуть где-то подбросить ну то есть понятно для чего нужно работать именно вдвоем два мастера не нужно на одном месте стоять хоппер ковша набрасывать сразу большие слоя это вам вот этим она с ручным отличается ручей в к я например могу набросить плюху там сразу закрыть три четыре пять сантиметров с ковша так не сделаешь с ковша накрывается сантиметр полтора я бы даже не рекомендовал два и три делать этого не нужно до полутора сантиметров с ковша первый слой накрывочный больше не стоит делать то есть одну проходку делайте вторую по мере того сколько вам нужно какой слой накрыть вот принципе все самое главное еще раз повторяю когда первый раз начал я вручника штукатурил порядка 15 лет я знаю что такое штукатурка я знаю как ее штукатурить вручную для тех кто я много читал комментариях в чужем видео якобы пишут да я бы там быстрее вручную набросал нет ребят это нет я вам просто скажу нет не набросаешь ты быстрее вручную хоппер ковш вот этот риксталевский по-моему на три с половиной литра вот представьте сколько сюда мастерков нужно положить в эту чашу как минимум наверно крупных но штуки 4 мастерка то и 5 и вот вы считаете это все выкладывается на стену буквально за пару секунд три четыре пять секунд мастерком надо было согнуться зачеркнуть раствор выложить на стену пять раз то есть вам нужно это весь действие совершить вот хоппер ковш это делает намного быстрее вообще в принципе процесс вы берете штукатурка кстати цементная можно как и самому делать раствор то есть цемент песок там кто-то известь может добавлять мы же штукатурили уже готовой смесью то есть мешках сухая для механизированной штукатурки для чего это нужно она просто от обычной штукатурки отличается тем что она дольше сохнет вы можете накрыть к побольше объем взять себе сразу набрасывайте и потом все это уже правилами корректируйте выравнивайте подтаскивайте потом потом срезаете так но здесь я думаю вам не очень интересно принципе работа понятная поштукатурили кстати вот хочу показать как получается по ровности стены правило два с половиной метра ставлю по диагонали в любую сторону на двух с половиной на два с половиной метра то есть вы видите что качество тут даже и миллиметра нигде нет ту же самую стенку чтобы не было потом вопросов повернуть другую сторону диагонали ну и давай плоскость по маякам покажу то есть вот на трех маяках стоит правило примерно так же все идеально получается единственное только что сколько ковша много падает на на пол на землю можно что-то подстилать в нашем случае мы сначала сделали стяжку чтобы удобнее было собирать этот раствор плюс в том что этот раствор можно повторно размешивать обратно по перковшей на стену поэтому принципе перерасходы смеси никакой не все все что падает все собираем перемешиваем и обратно на стену поэтому тоже кстати в комментариях пишут что валится там много всего пропадает раствор выбрасывать нет это все собирается и обратно на стену точно также и гипсная штукатуркой она собирается сразу в ковш и на стену поехали дальше покажу компрессор так компрессор это ремеза так его характеристики 420 литров в минуту он выдает и на 220 вольт тоже долго выбирал компрессор много отзывов много видео смотрел вот почему купил не знаю посчитал то ремеза наверно будет неплохой все таки вариант и он свои мои ожидания как бы оправдал хороший аппарат работает безостановочно практически работает я не знаю кто-то писал там в комментариях что мало ресивера объема баков 50 литров на самом деле это мне кажется вообще никакой роли не играет допустим этот ресивер того момента как начинает срабатывать компрессор проходит то есть вот этот поток воздуха до срабатывания компрессора это всего лишь там три секунды наверное 34 может пять секунд есть она очень быстро то есть он накачал воздух я буквально ковшом дунул пять секунд все уже воздуха нет и начинает работать компрессор но мощности этого потока воздуха в 420 литров хватает вполне на работу у меня ни разу не было чтобы я остановился и ждал пока что там накачает он воздух то есть разница в чем у вас будет если вы возьмете 100 литров и разница будет в пяти секундах то есть разницы никакой нет только вы будете вот такую банду за собой таскать то есть кто еще сомневается в покупке компрессора я говорю что я не рекламирую его вообще никак я просто его купил и говорю что знаю что такое выбор компрессора очень долго я сам думал выбирал и нигде мне никто конкретной информации не может дать что лучше что хуже я просто подумал что это будет хороший вариант взял и не ошибся то есть если кто-то еще думает выбирая стоит перед выбором компрессора берите такую ремезу 420 литров на выходе 220 вольт вот так с головой хватает с ковша работать но опять таки есть нюансы с ковшами они тоже разные если требуют разного расхода воздуха это повторю рик сталь тоже про него много смотрел видео там кстати их инженер очень много там воды льет скажем так много очень роликов наверно все пересмотрел можно было все гораздо проще объяснить в общем ковш это три в одном у них там есть на сайте по м5 в одном я его не брал там для шпаклевки якобы нужен вот для штукатурки три в одном мне в принципе хватает я вам обещал именно собрать весь комплект чтобы вы потом как я две три недели не тратили на то чтобы собрать эту всю информацию с компрессором понятно со шлангом это обычный кислородный шланг если мне память не изменяет его диаметр наружнее вроде бы 16 миллиметров а внутренне 7 или 9 шланг большего диаметра нет вообще никакого смысла брать абсолютно потому что здесь hopper ковш вот это отверстие 8 мм 7 миллиметров воздуха больше туда не пройдет не пропустит ковш больше воздуха чем позволит вот это отверстие поэтому вот такие шланги пожарные вообще никакого смысла не имеет покупать и ставить внутренний диаметр я имею ввиду шланг это 20 метров что позволяет работать на достаточно удаленном расстоянии как видите компрессор чистенький он стоит вообще отдельно в гараже мы с ним штукатурим и первый этаж и 2 и 20 метров ну пока еще не было такого чтоб не хватило шланг смело берите 20 метров можно даже больше поэкспериментировать по крайней мере на 20 метрах у меня никаких просадок ничего по мощности такого не было всего хватает соединение давай покажу соединение здесь сначала компрессора здесь на компрессоре конечно один был штуцерок для подключения здесь я поставил двойник вот один на быстросъем один сразу кран напрямую шланг подключается ну второй пост нужен там для всяких разных работ сейчас покажу второй шланг там для обдувки для всего такого но подключение у меня по крайней мере такое здесь в баллоне единственное что нету в ресивере здесь крана как в многих сотках там есть его нет поэтому сделал сюда на двойник два выхода вот здесь приборы эти в принципе там внутренний диаметр тоже нормальный там на 9 или 10 миллиметров то есть воздух проходит хорошо через него так а теперь подключаюсь именно как сам ковш тоже вот смотрите второй шланг второй конец шланга просто через хомутик надеваем хомут засовываем сюда вот это шланг он четко четко сюда подходит кислородный шланг все и зажали хомутом тоже кстати сильно не надо зажимать так слегка от руки закрутили ни разу не было чтоб шланги вырывала так еще есть вот такой шланг но это вообще по моему 11 миллиметров в наружный диаметр вот это просто обдувка он на быстросъеме где-то инструмент продуть или что-нибудь еще продуть не знаю вот вы то есть подключили на быстросъем и все пистолетик обдувочный у вас тоже в комплекте еще интересная вещь это грунтовка вот такой пистолет смотрите шланг у меня не знаю откуда от гидроуровня по моему от какого-то неважно шланг можно обычный поливочный взять но я думаю что чем меньше диаметр тем можно длиннее шланг использовать вот этого шланга хватает чтобы поставить канистру с грунтовкой посредине комнаты и комнату спокойно грунтовать покажи поближе вот тут отверстие выселил канистре крышечку это просто на новые канистры перекручиваете все сюда шланг вставляется этот пистолет использовать по моему для нанесения антигравия ну те кто занимается там маляркой автомобилями вот еще раз хочу показать то есть а как это в действии выглядит то есть вы ставите на средине комнаты канистру подключаем сюда воздух от компрессора тот же шланг точно так же без быстросъема все на хомут и грунтуется расход минимальный скорость максимальная то есть очень хорошая вещь тоже у кого-то я на ю тубе это посмотрел вот использовал очень сильно понравилось то есть я даже не будут ничего против я наоборот хочу вам порекомендовать такую вещь у себя иметь принципе больше ничего из инструментов не нужно для штукатурки все самое основное то есть пистолет для грунтовки hopper ковш продувочный пистолет тоже он не помешает при работе пыли очень хорошо сдувать еще очень важный момент при работе некоторые боятся говорят что перегревается компрессор чуть ли не яичницу можно жарить ну правильно это же все-таки двигатель открытый двигатель почему он не должен быть горячий понятное дело то есть вам не стоит бояться когда вы начинаете работать что он очень сильно горячий это нормально этому особого значения не нужно придавать то что это его обычная нормальная рабочая температура я уже кстати не помню чтобы не соврать давайте так скажу 67 все тому что мы больше градусов это это нормально но тут есть один нюанс здесь охлаждение у него есть как бы родное но я дополнительно ставлю еще вентилятор и тогда в принципе проблема с перегревом вообще уходит я ставлю обычную пушку тепловую на вентилятор а можно хотя бы обычный бытовой вентилятор вы сюда ставите с этой стороны и он дополнительно охлаждает вас двигать то есть если бы допустим без вентилятора когда мы работали поработал там полчаса приходишь он еще остывает у вас полчаса а так буквально с вентилятором поработал пока там собрали какой-то инструмент подходишь к нему через пять десять минут уже холодный то есть вентилятор нужная вещь сразу берите вентилятор где-то ставьте спокойно работаете ну и давайте подытожим в плане работы кто кого интересует компрессор и ковш вот эта связка работает сто процентов два три четыре человека вот так его хватает он просто работает работает и работает то что вы хотите ресивер взять что не насиловать двигатель но я не знаю вам тогда на тысячу литров наверно надо его взять чтобы полдня качала чтобы потом час работали но смысла вообще никакого нет тут самое главное в компрессоре кто еще не понял не объем ресивера а мощность компрессора на выходе сколько литров он выдает на выходе и причем вот это значение в 420 литров это не совсем точно и то есть там какой-то процент надо еще минусовать на выходе скорее всего будет выдавать литров 380 а может и того меньше но для этого ковша хватает то есть запомните этот момент смотрите не на ресивер осмотрите на мощность компрессора рекомендую ставить еще два компрессора соединять их спаривать и работать можно но я не знаю это бригад должна быть еще больше я сказал на два три четыре человека вот этого комплекта вполне хватает у кого будут какие-то вопросы пишите в комментарии по возможности постараюсь ответить я думаю видео вам было полезным всем спасибо всем пока всем пока Продолжение следует...